Мы идем в церковь Святого Антонио и вот такая площадь с метрополисом, конечно же, все фоткаются. Мадрид нереально красивый город, вот такие вот здесь церкви есть. Архитектура уникальна. И все эти дома Rolex. Ох, какой красивый дом, обалдеть. Мы продолжаем идти по Гран-Вио, конечно, архитектура уникальна этой улице, но мы сюда придем вечером, потому что это все потом зажгется и будет необычайно красиво. Мадрид очень монументальный город, столица все-таки. И, конечно, красота зданий просто поражает, просто поражает. Не хочу сравнивать, но немножко мне напоминает. Улица в Стамбуле, это можно. А, да, проспекте Стекляль. Сумасшедший дом, станция метро Гран-Вио. Но эта архитектура просто-просто поражает воображение. Как же здесь красиво. Эти монументальные здания просто нереальные. Что у нас здесь? Чувак рисует флаги за денежку. Стрит-мюзик. Красавчик. Да, очередь в Королевский музей не уменьшается, а увеличивается. И я не думаю, что сейчас в час дня я готов ее выстоять. Я когда сюда приехал до открытия собора и до открытия музея, это было где-то я приехал без 15-10. Она, конечно же, была гораздо меньше. То есть, в принципе, если хочешь попасть в Королевский дворец, нужно приезжать и занимать заранее очередь за час хотя бы, и тогда это все будет не так болезненно. Я пойду посмотрю. Эти ворота тоже были до 10 закрыты. Можно выйти на террасу, посмотреть на парк Рио с холма. И вот такой вот вид открывается с террасы здесь возле Королевского дворца на парк Рио, на Мадрид, на высотки. Да, здесь район новый. В противоположную сторону старый район, где Плаза Майор. И там просто сосредоточение церквей и соборов поражает. Нужно идти туда. И буквально в минуте от рынка Сан-Мигель вот такая вот площадь Сан-Марко. Это шутка. Она мне сразу напомнила площадь Сан-Марко в Венеции. Практически один в один, только без колонны. Вместо колонны здесь памятник. Очень красивый. А, ну это же Плаза Майор. Как ты, чувак, мог этого не знать? Это Плаза Майор. Вот. Вот там это все написано. Ух ты, красивые картины. Башенки. Немножко она вот в такой вот... А, наверное, подготовка к ярмарке. И здесь тоже музыканты. Люди гуляют. Много кафешек. Атмосфера незабываемая. Это вальс. Красиво. Красиво, красиво играют аккордионисты. Много-много-много людей. Класс. И вот Плаза Майор. А, дуренное место. Особенно после вкусной еды на рынке Сан-Мигель. По выходу с Плазы Майор вот такой вот замок красивый, с развивающимся огромным испанским флагом. Министерство иностранных дел расположено вот в этом невероятном здании, старинном. Очень здоровская площадь. Плацуэла. Плацуэла. Красивая башня. Практически как во Флоренции. Отель Плазы Майор. Очень красиво. Это, наверное, какой-то собор. Но сегодня у нас уже по соборам программа выполнена. Хотя в церковь святого Антонио мы не зашли. Потому что там было венчание. Люди могут себе позволить. Боже, а что это за чудо такое? Красивое. Возвышается. Обалдеть. Это церковь святого креста. Боже, класс. И мы сейчас в нее зайдем. Она открыта. Нам сегодня просто нереально везет. Парокия де Санта Круз. Мадрид просто нереально красивый город. Живой, большой, супер. Куча отелей вот таких вот прекрасных. И, конечно же, вот такой вот замок. Так, площадь Соль. Знаменитая статуя медведя из земляничного дерева. Ну, она довольно-таки молодая. Здесь нужно сфотаться. Прикольная такая. Весь Мадрид, конечно же, за 4 дня смотреть очень сложно. Здесь очень много достопримечательностей. Музеев, церквей. Да и просто хочется погулять иногда по городу. Но, если составить план и двигаться быстро, все-таки можно что-то увидеть. Интересный такой фонтанчик. Ну, и, конечно же, даже в Мадриде не обходится без такого вот современного уродства. Непонятные вот такие вот железно-ржавеющие скульптуры на фоне вот этой красоты. Впереди вот такой мост Виадук-Сегове. И я, конечно, хотел по нему пройти к собору Святого Франциска. Но придется теперь подниматься вот на ступеньках, чтобы по нему пройтись. Мне вот сюда, в левую сторону. И я надеюсь, что он еще будет открыт, чтобы его посмотреть. Да, конечно, скопление церквей и соборов возле Плассы Майор поражает воображение. Там их столько много. И я уже четыре церкви посетил. Некоторые из них малюсенькие. Обалденный такой парк здесь. Под мостом. Не как в американских фильмах, где спят бомжи. Хотя, по большому счету, здесь, в Мадриде, что мы интересного заметили. Очень много лавочек. Как и в городе, так и в парках. Вчера в парке Рио мы это заметили. И, ну не знаю, половина из них занята перманентно лежаками бомжей. И, ну, бросается в глазах, где бы мы ни гуляли. Очень много бездомных. Конечно же, как это ни печально. А, ну вот. Чтобы далеко не ходить. Занимайте лучшие места в протере. Кабинет, спальня. А там, скорее всего, ванная комната. Да, возможно, шутка неуместна. Но бездомных очень много в Мадриде. В принципе, как и всех огромных столицах мира. В частности, Европы. Отсюда красивый вид. Но вот еще одну церковь. Но я уже... Ага, отлично. Вот здесь по этим ступенечкам можно подняться. Вот я поднялся по ступенькам, чтобы сделать привязку к Виадуку. Вот он буквально находится. Отходит, вот эта улица отходит от собора Святой Марии Альмудена. Там Королевский дворец. И вот буквально, если находиться спиной к собору, вот по Виадуку можно пройти площади Святого Франциска. И вот я иду по Виадуку-Сегове. И вот такой вот невероятный вид открывается с него. Здесь, правда, стекла. Были вот такие балкончики. Но все закрыто стеклами. Вид отсюда просто прекрасный. Ну и, конечно же, купол Альмудена. Вон он. Все, идем дальше. Вид на собор Альмудена вот с этой стороны. Я вышел из собора Святого Франциска. Здесь такой невероятный парк на склонах, утопающий в зелени. И вот отсюда открывается вид на собор Альмудена. И вот площадка со статуями, по которой вот можно прогуляться, пройтись. И оттуда открывается невероятный вид на город. Вон там видно, как люди ходят. Это место просто нужно обязательно посетить. Я всем советую. Невероятный собор с выходом на крышу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!